Дороги одна из извечных российских проблем. Не ругает у нас их только ленивый, а заодно достается еще и тем, кто занимается их строительством, ремонтом и обслуживанием. Для того, чтобы нормально вести свою деятельность, дорожники должны решать не только профессиональные проблемы. Им приходится сталкиваться с такими трудностями, причину которых объяснить порой просто невозможно. В этом году контракт на содержание дорог составлен был всего лишь на 8 месяцев, что с точки зрения любого нормального дорожника не может являться нормальным. Именно к такой практике должны стремиться все хозяйствующие субъекты, в чем ведение находятся дороги. У нас же в Волоколамске на муниципальные торги выставляются контракты сроком на 3 месяца. С таким подходом можно не только потерять все дороги, но и отправить в мир иной все те ремонтные организации, которые пока еще сохранились. А межсезонье в их работе просто не бывает. Зима для дорожников – такая же горячая пора, как и лето. Мы сейчас в данный момент выполняем ямочный ремонт. Технология простая. У нас фреза есть, фрезеруем ямы до нужной глубины, вычищаем, сделаем обработку предварительную и потом асфальтом заделываем выбоины. Это надежно, прочно и хорошо. Состояние дорог, качество ремонта и долговечность покрытия напрямую зависят от того, как финансируются эти работы. И это главная проблема отрасли. Поскольку, чтобы получить контракт, надо сначала выиграть аукцион, а вокруг него, как в народной пословице, семеро с ложкой и лишь один с сошкой. Имея непонятным по каким поводам доступ к кредитным ресурсам на оплату заявки на участие в торгах, на обеспечение банковской гарантии, могут участвовать, понижают значительно предложения на участие, выигрывают этот торг, а потом пытаются перепродать тем, кто работает на земле эти контракты, но не имеет доступа к финансовым ресурсам. Конечно, такие организации, как ДПМК, имеют непосредственное отношение к области. И вроде бы их проблемы – это проблемы не местного уровня. Но занимаются-то они нашими дорогами, по которым ездят простые волоколамцы, а значит, поддержка волоколамских дорожников местными властями должна быть гарантированной.